Как сегодня было сказано уже не раз, и поговорим еще об этом в будущем, Новый год близится, настает всего 12 дней до него осталось, а это говорит о том, что вскоре по всей стране прокатится волна новогодних корпоративов, и как же их правильно встретить, и в принципе, для чего они нужны, нам сейчас и расскажет наш гость Ольга Войновская, доцент кафедры психологии КФУ имени Вернадского. Доброе утро. Здравствуйте, Ольга, с наступающим вас. Ну, собственно говоря, хотелось бы узнать по поводу корпоративов, как их встретить достойно, чтобы потом не было стыдно работать с этими людьми. Ну, знаете, почему-то вот обычно выделяют именно эту составляющую, чтобы не было потом стыдно. Но давайте поговорим о том, что вообще корпоратив – это достаточно серьезная вещь. Ведь в зависимости от того, как вы себя проявите на корпоративе, или не проявите некоторые вещи, от этого может зависеть даже карьера. Поэтому вообще к корпоративу нужно отнестись достаточно серьезно. Ну, вот какие ключевые моменты должен для себя определить каждый человек? который собирается на корпоратив. Первое. Идти или не идти? Конечно же идти. Это отношение к коллективу. Это не ваш личный праздник. Это праздник коллектива, отчет за год. Как бы в неформальной обстановке что-то переговорить, то, что на работе некогда или неуместно. Поэтому однозначно идти, как бы вам этого, может быть, не хотелось, или какая бы ситуация ни была. Иногда по самому вот этому моменту, ты пойдешь или не пойдешь, уже очень много можно сказать о тебе, как вот члене коллектива. Дальше. Второй вопрос. В чем пойти? Здесь тоже нужно, ну, тут женщины больше касается, здесь нужно поговорить и подумать о том, чтобы вписаться в общую концепцию нарядов. Ведь почему я говорю о нарядах? Я же больше переживаю за психологическое состояние коллектива, поэтому должно быть приятно всем. Все должны получить удовольствие коллективно. Кто-то не должен быть фрустрирован более ярким нарядом, хуже нарядом. Поэтому кто собрался в джинсах, пожалуйста, не надо. Давайте вы как-то поддержите тех, кто собрался в вечерних платьях идти. Потому что это получается неуважение. Совершенно верно. То есть кто-то пришел повседневно. Вроде это, казалось бы, такая мелочь, но это общий дух праздника. Все-таки это праздник и праздник коллектива. Поэтому вот начинаем с таких простых вещей, как одежда. Дальше. Ну, конечно же, поведение. Самое важное поведение. Вот здесь поподробнее. Здесь поподробнее. Нам нужно определиться, с какой целью я туда иду. Потому что иногда цели настолько разнятся у одного того же субъекта, скажем. Он хочет и показать себя, и, так сказать, покушать, и повеситься, потанцевать. И в итоге вообще не достигает ни одной цели, или все цели потом становятся какие-то неказистые. Поэтому, конечно, в зависимости от коллектива, от организации, что это организация, определите для себя цель. Ведь во многих организациях мы знаем конкурирующие отношения. Поэтому вы можете находиться под пристальным взглядом, ну, там, все вот от друзей, да, мы понимаем. Поэтому нужно здесь, если вам нужно подать себя, вы на витчок, пожалуйста, будьте максимально бдительны. Даже если вы не видите, что на вас смотрят, за вами наблюдают. Вот просто одеть вот этот взгляд, что за мной кто-то наблюдает, и поэтому, что бы я хотела, чтобы вам не видели. Конечно, по поводу алкоголя. Ну, здесь, ну, беда-беда. Конечно, потом весь коллектив смеется целый год, как все это было. Но, поверьте, мне, как практикующему человеку, очень часто приходится снимать эти посткорпоративные стрессы. Даже такое бывает. Не даже, а это постоянно. И знаете, когда это начнется? Вот с 20-го. Вот уже завтра придут и скажут, боже, я такое натворил, как я выйду на работу. Что советуете этим людям? Вот, допустим, у человека такая ситуация. Ну, не сдержался, натворил, танцевал на столе, да? Как потом идти... А вы откуда знаете такие вещи? Они на это и говорят. Ну, знаете, что... Не важно, забудем. Что мы, собственно, советуем, говорим. Вы понимаете, мы, конечно, вот за это чувство вины, которое вот и стыда, которое возникает после неудачного, как кажется, человеку корпоратива, как что-то натворил. Обычно, ну, за этим стоит такой эгоцентризм и даже алкогольная интоксикация. Поэтому эту мнительность мы снимаем определенным таким моментом. И дальше через неделю, а то и в марте месяце человек сам смеется, что творил, и даже понимает, что это было, как бы, весело. Но в сам момент посткорпоративного вот этого, как мы назвали здесь сегодня, синдрома, кстати, ну, видите, вот прям новое... Оказывается, есть и такое. Нет, мы только что бы придумали. А, ну, теперь будет. А, ну, теперь будет, да. Вот. И поэтому вот эта боль, которая... После этого вот это мне жалко людей. Ну, а вообще, конечно, постарайтесь, ну, получить максимум удовольствия, только того удовольствия, которое вы планировали в этот день, в этот праздник. Можно ли рассматривать новогодние корпоративы, да и в принципе вообще корпоративы, с той точки зрения, что это же некий тимбилдинг? Позвольте узнать, что вы подразумеваете под тимбилдингом. Это... Сплотить коллектив, потому что люди общаются в другой атмосфере, они могут узнать себя лучше, это может позитивно отразиться на их работе. Не знаю, я пошутила, просто дискурс не наш. Ну, знаете, да, очень тонкая грань, потому что, с одной стороны, в течение года в коллективе есть маленькие широковатости и непонятности какие-то. И вот под алкоголем, под одним глотком шампанского можно эти вещи все разрешить? Что ты имела в виду, что я имела в виду? Ну, надо же, такая ерунда, а мы тут чуть ли не поссорились. Но бывают и более сложные вещи, наверное, тяжелые даже, когда люди подпили и начинают высказывать друг другу, что они друг о друге думают. И это может привести к конфликту. Поэтому здесь две грани. И я вот в этом месте, конечно, бы хотелось бы посоветовать. Вот почему-то никто меня не хочет слышать. Я советую такую простую вещь. Возьмите... Ну, каждый год же ходим, каждый год обжигаемся. Пожалуйста, давайте ставить дежурного, ответственного по корпоративу, который знает, коллектив, и говорит, этому пора домой, этому пора, хватит наливать, и так дальше, и так дальше. Чтобы кто-то это наблюдал. Потому что когда вот это вот, ну, такая бесконтрольная, и все теряют контроль и бдительность, и как-то все очень расслаблены, потом, ну, чудят, чудят. Доварищи телезрители, вот это надо точно уж запомнить, потому как корпоративы, напомню, уже начинаются совсем скоро. Ольга, вам огромное спасибо за то, что вы помогаете нам подготавливать к небывалому, невероятному, долгожданному празднику жителей полуострова. И, кстати, телезрителям нашим я хочу напомнить, что сегодня это утро вместе с нами встречала Ольга Войновская, доцент кафедры психологии КФУ имени Вернадского. Ольга, ни одного гостя мы отсюда не отпускаем просто так, без памятной фотокарточки. Поэтому пройдемте. Поэтому просим вас встать, прекрасно вы сегодня выглядите, и пройти в нашу фотозону для того, чтобы сделать снимок на долгую память. Нам будет очень приятно. И прямо сейчас, что мы будем делать? Стефан, рассказывай. Итак, мы смотрим прямо, улыбаемся, на раз, два, три, поздравляем всех с Новым годом. Готовы? Итак, раз, два, три. С Новым годом! С Новым годом!